В Казанском университете созданы прототипы вакцины от мышиной лихорадки. Заражение этим вирусом поражает почки, а в критическом случае может привести к летальному исходу. Инфекции могут быть подвержены как дети, так и взрослые. С точки зрения ГЛПС, конечно же, не все люди, скорее всего, будут вакцинироваться этой вакциной, только в зоне риска. Переносчиком вируса является рыжая полевка. Ее выделения могут проникать в организм человека с помощью пыли. Чаще всего заражение происходит в лесу или в дачных поселках. Ученые пытаются создать лекарства на основе самого вируса полевки. Для того, чтобы вакцина была эффективна, нужно, чтобы она вызывала не только образование антител, то есть белки, которые связывают с вирусом и нейтрализуют его, но и чтобы вакцина вызывала так называемый Т-кличный иммунитет. Т-кличный ответ, когда иммунные клетки находят зараженные клетки и уничтожают их. В этом и заключается основная сложность, чтобы разрабатываемые вакцины были не только эффективны для выработки антител, которые бы связывали возбудители, но и для выработки иммунных клеток, которые бы уничтожали зараженные клетки. Надеемся, что наш подход в данном направлении будет успешен. Весной заражение геморрагической лихорадкой обостряется. На данный момент уже зарегистрирован 91 случай заболевания. До сих пор с инфекцией боролись только благодаря обработке и дезинфекции личного пространства.